ПОЛИТИКА И мы это слово слышим каждый день с экранов телевидения, мы наблюдаем на всяких роликах людей, которые рассуждают о политике, по поводу политики спорят, ставятся политические дебаты и так далее. И поэтому как-то задаваться вопросом о том, что это такое, вроде бы как и ни к чему, поскольку это всем хорошо и известно. Ну вот Гегель как человек глубокий, глубокий философ, он обратил внимание читателей, что известное еще не есть от того поднанное. Почему? Потому что вот самые такие массовидные, самые распространенные понятия, они известны задолго, людям задолго до того, когда они начинают думать вообще о понятиях, о определениях, о смысле, о значении, о содержании и так далее. Поэтому они это повторяют. То есть они это узнали и в детстве, это слово, повторяют его. И что в итоге получается? Получается, что люди, которые это понятие употребляют, употребляют его как дети, то есть такими детскими представлениями о том, что такое политика. Ну кроме того, значит, поскольку они уже повзрослели, они всякие высказывания слышали о политике. Высказывания, то есть суждения. Например, суждение такое, что имеет место первенство политики над экономикой, я говорю. Ну значит, что такое тогда политика? Политика – это что, что бежит впереди экономики? Как узнать, что такое политика? Или политика – это концентрированное выражение экономики. Ну так если это концентрированное выражение экономики, ну какое это выражение? Как их концентрируют экономику и как получить это выражение от концентрированной? То есть это не такой простой вопрос, что это такое. Потом это разве определение? Люди, которые не задумываются над такими вещами, они еще и не знают, что такое определение. Определение, как пишет Гегель в учении о бытии, когда он рассматривает изменяющееся нечто, он пишет, что определение – это качество, которое в себе, в простом нечто и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Сказать, что это очень просто понять, я думаю, что это будет неправильно. Значит, что значит? Первое, что надо увидеть, если вы смотрите на определение, определение, что это качество. Что значит качество? Качество – это первая непосредственная определенность, взята и изолирована сама по себе. То есть, если вы какое-то качество выделяете, вот это может быть определением. Ну, когда? Когда оно есть в себе, то есть, когда оно в изменениях сохраняется. Вот то, что такое качество, которое сохраняется в изменениях, это может претендовать на определение. Например, если речь идет о том, что человек добрый. Значит, он не сегодня только с утра добрый, и не в обед он добрый, а он целый день добрый. Может быть, и завтра он добрый. И вообще, наверное, он всю жизнь добрый. А не так, что он вот сегодня добрый, завтра злой, а послезавтра как дикие звери набрасываются на кого-то. Причем совершенно безосновательно. Поэтому, как узнать, это его определение или это не его определение? Вот для этого есть такая категория в себе, то есть, равенство с собой. Если такое качество сохраняется в изменениях, тогда это может быть действительно изменение по определению. Дальше. Которое есть в себе и находится в единстве с другим моментом. Это нечто с в нем бытием. А что такое в нем бытие? В нем бытие – это такое в себе бытие, такое равенство с собой, которое противостоит своему изменению, своему неравенству с собой. То есть, это не такое определение, что вот если человек добрый, то вот, так сказать, если ничего не происходит, он добрый. А что-то изменилось в жизни, что-то изменилось в его обстоятельствах или в отношениях с другими людьми. И вот тут он начинает на них набрасываться, как дикий зверь. Так как он добрый или недобрый, то вот если он противостоит переходу в иное, это называется, выражается категория в нем бытие или ве. И Гегель специально обращает внимание, что вот это указание на ве, на внутреннее, это есть как бы обращение внимания на внешнее. Если это внутреннее, так оно противится переходу в иное, в другое. Вот такое качество, которое противится в изменениях, переходу в другое, тогда можно считать определением. Ну, скажем, у нас было коммунистов, КПЦС, членов партии, точнее, 18,6 миллионов человек. Потом куда-то они все подевались. Вот помните, представьте, сейчас 18,6 миллионов человек представляли бы собой мощную партию, которая боролась бы за интересы рабочего класса. Они, значит, пока сверху были красные, они были красные. Когда сверху стали белые, большинство тоже стало белым. А верхушка, которая считалась верхушкой КПЦС, то есть самые коммунистические коммунисты, оказались предателями дела коммунизма и врагами социализма. Вот что произошло. Поэтому коммунисты ли они были? И пока Ельцин поднимался по ступеньками номенклатурным и добрался до того, что он стал первым секретарем Свердловского обкома партии. Это что такое за человек? На какие деньги он жалит? Из Кугуба на партийный. Он нигде, даже ничего не работает. Он работает только вот партией, и партия ему все оплачивает. И оплачивает ему поездки, и дороги, и машину, и дачу, и так далее. И обеспечивает его медицинское отслуживание. Потом он стал первым секретарем Московского обкома партии. Потом он стал кандидатом в члены Политбюро. А потом, значит, выяснилось, что дальше ему Голубачев входу не дает, и Политбюро ему не светит попадание. Тогда он решил сделать себе карьеру на другом поприще. Он тогда бросил партийный билет и пошел кандидатом в президенты. Чего? В буржуазной России? Так вот ты же вроде как был коммунист, у тебя же был партбилет и так далее. Ну это тогда он был коммунист, а сейчас он президент буржуазной России. Главное, это не как ты называешься, а главное, чтобы болеть выше. Вот эти вот карьеристы, враги как раз, они этим отличаются. Поэтому то, что Ельцин был членом партии, не входило в его определение. Его определение, как есть, такой же карьерист Горбачев. Вот он добирался, добирался все выше и выше, его даже называли Миша Конверт еще в Ставропольском крае. И вот этот Миша Конверт добрался до поста генерального секретаря. А что у него в голове? В голове полная пустота. Ничего, кроме того, что надо перестроить, значит, нет. А потом, за вот этими словами, перестроить, мы обратили внимание на то, что стоит на самом деле. Перестроить, перестроить, изменить строй. Перестройка и изменение общественного строя. То есть переход к другому строю. К какому сейчас строю можно перейти? Ну не к рабовладению и не к феодализму, только к буржуазному. Поэтому вот эта перестройка, которая объявлена прямо, это перестройка и переход к буржуазному строю. Это еще один изменник коммунизма. Так изменников коммунизма надо коммунистами считать? Или наоборот, люди некоторые простые, в народе говорят, вот эти, вот коммунисты, такие как Горбачев, Ельцин. То есть они из-за того, что они употребляли такие понятия, или такие слова, что они коммунисты, обманным образом объявляя себя коммунистами, они подорвали авторитет партии. Точно так же, как сегодня гражданин Грудинин там заявляет, что он, так сказать, вот он выдвинут был кандидатом от коммунистической партии. А кто он такой? Во-первых, он директор ЗАО. А что такое ЗАО? Это закрыто октябрь на обществе. Это капиталистическое предприятие. Никакого там совхоза нету. И не пахнет никаким совхозом. Наивные люди думают, что стоит назвать совхоз и дать название ЗАО такое, или еще имени Ленина, то это совхоз имени Ленина. Ведь это детский сад. Почитайте Гражданский кодекс, который у нас есть, это норма буржуатного права, в котором говорится о том, что какие у нас есть формы хозяйственной. Может быть, капиталистического. Это ООО. Может быть, открытое акционерное общество. О-А-О. Так, может быть, командитное товарищество. Товарищество на вере. Это значит, там есть полные товарищи, у которых есть все права. И неполные товарищи. Наверное, одни толстые, другие худые. Значит, и там еще есть работники, кроме полных и неполных. То есть, поскольку это коллективный капиталист, состоящий из полных и неполных, есть еще работники, которые никакой собственности не имеют, и которых эксплуатируют. Но надо сказать, что вот командитное товарищество я не встретил ни разу ни одного командитного товарища на практике. А в гражданском кодексе оно есть. И есть ЗАО. А что такое ЗАО? Если вот открытое акционерное общество позволяет купить, а не выставляют доли на рынок, и можно купить какие-то доли. А закрытое, это означает, что это вот как в каком-то омоте. Значит, те, кто его образовали, они там творят, что хотят. И никакого, никакого права на них не найдешь. Вот, скажем, Грудедин поэтому что сделал? Он не стал платить дивиденды. И что такое дивиденды? Это вот есть доли. В этом ЗАО каждый внес какие-то доли. Свою землю, там, имущество, и деньги, и так далее. Больше всего долей у Грудинина и тех, кто его поддерживает. То есть, скажем, если его поддерживают еще два человека, и у них долей больше половины, то они все решают. Вот эти три человека, Грудинина еще два, решают вообще все. Вот они решают не платить дивиденды. Это значит, что люди, которые думали играть в капитализм, что они вот вложатся в ЗАО, получают шиш. Почему? Ну, как капиталисты шиш. А как работники, пожалуйста, работайте, вас будут эксплуатировать. Это нормально. Вот. А что Грудинин? А Грудинин, значит, тоже он не получает дивидендов. А именно, а что он получает? А он просто всю прибавочную стоимость, которую получает в это ЗАО, он ее называет зарплатой. Основную массу этой зарплаты получает Грудинин и вот та синяя хура, которая есть, которая обеспечит ему большинство на собрание этого ЗАО. А большинство имеется в виду неколичественное. Может быть, три человека, а долей у них больше, чем у 33 других или чем у 300 других. У кого имеется, так сказать, вот пакет контрольный, больше 50 процентов. Вот они себе делают зарплату большую и под видом зарплаты прячут прибавочную стоимость. Они являются такими капиталистами, но есть простые капиталисты, которые говорят, это прибыль, это зарплата. Это рабочим, это нам. А тут это зарплата. И нету прибыли у него. Это зарплата, все. И эту зарплату они потом делят на всех работников и на всех тех, кто в этом ЗАО. И работников, понимаете, и получается 70 тысяч. Ну так получается, что вот корова утонула в водоеме, средняя глубина которого была 3 сантиметра. А как так и удалось? Ну так, чтобы по одному углу была трехметровая яма, заполненная водой. А дальше, дальше вот такой широкая еще лужа была. Очень широкая, поэтому когда пересчитали, среднюю нашли, оказалось 3 сантиметра. Так и здесь. Ну и так далее. То есть вот такого рода мы имеем фокусы, которые говорят о том, что под понятие коммуниста эти люди никак не подходят. Коммунист должен был, как это говорят, настоящий коммунист должен был бы заплатить взносы с прибавочной стоимости. А он, значит, укрывал свои эти самые счета за границей. А в КПРФ он как платил? Какой там, наверное, 1%? А как, значит, они тоже не получали? Надо проверить, как он тогда платил денежки. Потом выяснилось, что у него еще офшор есть. Недавно выяснилось. То есть он все время обманывал избирательную комиссию, избирателей и так далее. И тут не нашлись его защитники, которые тоже не подпадают под понятие коммунистов. Потому что коммунисты – это те, кто за диктатуру пролетариата. Этим отличается коммунистический интернационал, третий, в котором Ленин от социал-демократического второго интернационала, который предал рабочий класс и встал на сторону буржуазии и помогал ей развязать мировую бойню, Первую мировую войну и осуществлять. И они все, это ведь не первый раз у нас в СССР, руководители партии рабочего класса рванули в правительство и в буржуазное. Сначала такое произошло с лидерами европейских стран. Вот там. Они показали пример. Один вроде как глупый, Карл Липпинец проголосовал, пошел в тюрьму. Он проголосовал против военных кредитов. А умные, так сказать, коммунисты, социал-демократы, социалисты, они проголосовали за военные кредиты. И поэтому они все пошли в буржуазное правительство. Поэтому никакой новости нет, что наши тоже все пошли в буржуазное правительство, только в свое. Это не во время войны. Они вот в мирное время пошли. Они сделали буржуазное правительство и пошли в него. Вот этой кампанией во главе с Горбачевым. И дальше продолжение идет от всех генеральных билей. Они все против диктатуры пролетариата. Даже Брежнев, который, кажется, иногда на их фоне, он все-таки вроде как в войне участвовал. Но вы знаете, как они участвовали? Это же член военного совета, так сказать, непосредственно не отвечающий за результаты военных действий. Также и Хрущев был член военного совета. И много его предложений отклонил Сталин во время войны. Как председатель Государственного комитета обороны и руководитель Ставки. Вот. Поэтому возвращаемся к вопросу о том, к определению. Определение – это такое качество, которое сохраняется в изменениях. Если оно не сохраняется, это не определение. Так вот, спрашивается, про политику кто такое что не говорит? Политика – грязное дело. Вот еще одно определение. То есть, если вы моете посуду, это политическая деятельность. А вот если особенно пол подметаете, тоже политическая деятельность. А если вы на субботник вышли, это точно политическая деятельность. Потому что вы там листья собираете. Вот. Если вы сантехник, ну точно тогда вы политический деятель, потому что это грязное дело. Это ясно надо где-то там шуровать, там, где унитаз, значит, дождь забитый. Это вот высокая политика, видимо. Ну, самое грядное дело, какое-то можно придумать, это вот дело, которым вынуждены заниматься в сантехнике. Вот это и есть политики, высокая политика и так далее. То есть я хочу сказать, что вот ходячие представления, такие, у которых люди, или вообще представление такое, что он слышал это слово, значит, он правильно понимает это слово. То есть без изучения диалектики, без изучения логики, без понимания того, что такое определение, и без специального рассмотрения понятия политики неправильное будет понимание. А какое же правильное понимание политики? Значит, мы только что рассмотрели вопрос о классах. Классы ведут между собой классовую борьбу. Или, если даже не между собой, а, допустим, остается один классом, это рабочий класс, а интеллигенция. Так что классовую борьбу рабочий класс прекратил вести? Классовая борьба – это борьба класса за свои интересы. Два есть класса, три есть класса, или один. Каждый класс, который есть, ведет борьбу за свои интересы. Правильно? Вот, надо сказать, что если вы рассматриваете борьбу классов за свои интересы, вот тогда, вот тогда только, если вы берете борьбу классов за свои интересы, только тогда это и есть политика. Более того, политика, она связана с таким понятием, как государство. А понятие государство – это машина насилия для осуществления интересов господствующего класса. Машина насилия, машина принуждения, организация принуждения для осуществления интересов господствующего класса. Поэтому вы не можете рассматривать вопрос о политике просто как классовую борьбу, не учитывая, за что идет борьба, за что ведет борьбу всякий класс. Всякий класс ведет борьбу за то, чтобы получить в руки государство. Поэтому политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот это политика. А если люди там какие-то мелкие изменения и улучшения борются, или, как говорил Ленин, занимается лужением умывальников, он, например, по поводу всех этих муниципальных выборов, которые у нас время от времени проходят, и которые позволяют тем, кто в них участвует, какие-то помещения найти для решения своих, каких-то мелких финансовых и коммерческих задач, или для того, чтобы что-то куда-то поставить, положить и где-то собираться, и так далее. Но сами по себе муниципальные выборы, и выборы даже городские, они представляют собой что? Лужение умывальников, или нет? Потому что действительно, вот эти выборы парламентские, они тягивают в свою орбиду достаточно много людей, и в ходе этих парламентских выборов можно народ просвещать, потому что люди с интересом слушают про государство, про государственную деятельность, и можно их просвещать. Но, с другой стороны, думать, что эти выборы – это высшее, что есть в политике, это совершенно неверно. Потому что выборы существуют для того, чтобы господствующий класс закрепил и продолжил свое господство. Больше ни для чего. Без всякого исключения. Всякие выборы кончаются победой того класса, который является правящим. Причем, несмотря на то, что это 100% верно, и во всех случаях всякие выборы кончаются победой правящего класса, люди с интересом слушают, кто победит. Вам фамилия нужна или вам нужен класс? Партия может поменяться, а класс не поменяется на выборах. Почему? Ну, это мы с вами уже изучали, потому что мы изучали, что общественное бытие определяет общественное сознание. Ну, раз общественное бытие определяет общественное сознание, у нас какое бытие общественное в буржуазном обществе? Буржуазное. Значит, буржуазное общественное бытие определяет сознание членов буржуазного общества. Следовательно, когда будут проходить выборы, будут голосовать. Если честные только. Давайте про честные будем говорить, про нечестные не будем. Вот честные и причестные выборы. Но если честные выборы, так какое сознание, такое и голосование. А если большинство участников этих выборов голосует в соответствии с тем, что у них есть в голове, а у большинства в головах что? Буржуазная идеология. Поэтому большинство получит буржуазный фарс. Исключения были какие-то? Никогда. Никогда. Некоторые думают, что в Чили было исключение. Прежде чем в Чили на выборах Альенда получил большинство голосов, он тут опубликовал в Советском Союзе, в журнале за рубежом, он такой большой журнал был, многостраничный, но как газетный, из тонкой газеты сложенной, но цветной. Красным был написан социализм без диктатуры пролетариата. Вот ему показали диктатуру буржуазии, да еще и фашистскую. Поэтому если человек, конечно, изменник делу пролетариата, он может победить на буржуазных выборах и побеждать. Это вполне понятно. И Ельцин побеждал на буржуазных выборах, и Корбачев побеждал на буржуазных выборах. Так что это далеко не вся политика. Это политика буржуазного класса, которая к чему сводится? Маркс это очень четко определил, что представителям угнетенного класса дают возможность один раз в пять лет проголосовать за то и решить, кто из представителей угнетающего класса будет подавлять и представлять их в парламенте. Вот и все. Вот вы выбираете. Это же хорошо, чтобы вы выбрали сами себе угнетателя. Не угнетатели пришли и начали вас заставлять, а вы сами его выбрали. Поэтому, если он что-то не заделает, скажут, ой, ну я сам виноват. Я же за него голосовал. За Ельцина сами голосовали. Хорошо. Вот там за Путина вы голосовали, голосовали. Демократически были вы? Демократически. Прозрачные были урны? Прозрачные. Мало было нарушения? Мало. Путин поддержал пенсионную реформу? Поддержал. Путин ваш избранник? Ваш избранник. Это вы, значит, выступили за пенсионную реформу. Только в два шага. Вы избрали такого президента и так далее. Или вот этот самый председатель правительства Медведев. Откуда он взялся? Так он же руководитель буржуазной партии «Единая Россия». «Единая Россия» имеет в Думе 70%. Вообще там нечего было обсуждать и голосовать, потому что это совершенно ясно, что если там большинство у депутатов «Единой России», то большинство проголосует за пенсионную реформу. Поэтому другие буржуазные партии «Справедливая» и «ЛДПР» могли заняться предвыборной агитацией, выступать, что они – это народ, и тем самым набирать голоса для следующих выборов. Потому что вдруг мало проголосует за «Единой», тогда будет «ЛДПР» или «Справедливая Россия». Потому что это у нас трехглавый ЗМИ. Если одна голова упадет, то, значит, две еще есть головы. Поэтому нет никакой нужды им выступать за. Обычно-то они тоже голосуют. Тут они вот против им дозволили. Но никто же из них не предложил другого проекта «Пенсионной реформы». Каждый депутат, каждый, не только все вместе фракция, каждый депутат мог отдельно предложить «Ишток» из членов «ЛДПР». Вот просто жег все напалмом этот лидер «ЛДПР». «Вы тут собрались, ограбили весь народ, все деньги забрали. Отдайте старикам». И что? Ну, это же, как вы понимаете, концерт, цирк-концерт. Почему не предложил-то такую? Давай, предложи законопроект. Хоть старикам хоть немножко добавьте к пенсии, сократите немножко пенсионный возраст. И сократите время труда. Предложил я за? Нет. Или Шейн. Вот наш друг Игоревич, который в свое время выдвигал проект Трудового кодекса, который мы готовили с виду. Но вот он сам бы теперь, он уже второй раз в Думе. Ну, возьми под готовь проект «Пенсионной реформы». Он внес проект «Пенсионной реформы»? Нет. Вот наш проект он внес. А ты сам сделай проект и внеси. Сделал? Нет. И что? «Справедливая Россия» внесла? Миронов очень хорошо выступал, мне очень понравилось. Правильно критиковал. Но Миронов внес другой проект? Нет. То поэтому это такая формула, что вот я выступаю против. На самом деле это форма поддержки. Я точно знаю, что вы имеете большинство, поэтому я мог сейчас против вас выступить. И тем самым как бы было обсуждение. Такое горячее в Думе. Воевали. Говорили так остро. И все смотрели, смотрели. А что смотрели? Смотрели, как вам увеличивают пенсионный возраст и отнимают у вас сколько? По 14 тысяч. Пять лет – это 60 месяцев. 60 на 14 – это 840 тысяч рублей. У вас отняли пять лет жизни и, так сказать, свободного времени, которое могли бы потратить, так сказать, на воспитание внуков и, может быть, немножко освободить их родителей. Потому что безнадзорные же люди у нас. Дети несчастные. И не видят своих родителей с утра до вечера. Они находятся на работе. При таком продолжительности рабочего дня. Вот что, собственно, происходило. Поэтому сразу поставим за скобки, что это, конечно, политика. Но это конкретная политика. Политика выборная. А что такое политика вообще? А разве оппозиционный класс не участвует в политике? Вот если он в выборах не участвует, а просто берет власть с помощью вооруженного восстания – это политика? Или это не политика? Ну, это тоже политика, да? Если он советы создал – это политика? Политика. Поэтому определение политики на самом деле гораздо более сложное и глубокое. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот что такое политика. То есть за то, чтобы получить дубинку, с помощью которой можно наказывать тех, кто не идет туда, куда направляется правящий класс. Если это, так сказать, дубинка буржуазная, это диктатура буржуазии. Если это дубинка пролетарская, это диктатура рабочего класса. То есть за что идет борьба? За диктатуру. За какую диктатуру установить? Потому что всякая государственная власть по своей сущности – диктатура соответствующего правящего класса. Почему? По определению тоже диктатуры. Потому что определение диктатуры очень простое. Диктатура – это власть, не ограниченная никакими законами. Согласны? Это же ясно. Но диктатура, никаких законов для нее не существует. Как он, в смысле, не существует? Ну, она их принимает просто сама, ей дает. Потому что она имеет все рычаги для того, чтобы издать те законы, которые ей надо. Поэтому она никакими законами не ограничена. И выборы ее никак не ограничивают. Как кто может ограничить выборы в буржуазной власти, если все рычаги выбраны в руках? И газеты, и журналы, и издательства, и телевидение. И возможности через интернет вещать, что хотите. Так что о чем тут разговор? Вот что такое политика. Причем политика, вот это определение политики, оно очень хорошее. Потому что оно двустороннее. Определение одно, а по-разному формулируется это определение для классов. Если это класс господствующий, то ему вообще не надо бороться за завоевание государственной власти. А оно у него в руках. Поэтому у него этот пройденный этап. То есть для правящего класса его задача удержания и осуществления. Вот как для рабочего класса к моменту 50-х годов задача была не завоевывать диктатуру бультериата, а ее осуществлять, удерживать и осуществлять. А вместо этого выбросили диктатуру бультериата, не говоря уже об осуществлении. И получилась контрреволюция. Потому что если вы выбрасываете диктатуру бультериата, значит это означает, что устанавливается диктатура буржуазии. И все атрибуты этой диктатуры, появление класса, соответствующие формы буржуазные, все это дело очень быстро появляется. Потому что если это диктатура, то это нет никаких проблем. А если нет диктатуры рабочего класса, а все, кто за диктатурой бультериата, становятся тогда оппозиционерами. А раз оппозиционерами, ну какая может быть работа с оппозиционерами? Душить их, давить, принуждать. Государство это не сила убеждения, а сила принуждения. Вот что должна делать государственная власть. Ну а перед оппозиционным классом какие задачи стоят? Вот у него задачи более обширные и более трудные. Ему, во-первых, нужно завоевать власть. Если он один раз потерял, снова надо завоевать, как вот перед рабочим классом России. Если он потерял власть, так завоевывает снова. Не надо терять. Не надо размагничиваться. Не надо слушать всяких дураков, которые говорят, что социализм победил полностью, окончательно. Может быть что-нибудь в истории окончательно. В истории идет борьба, прогресс и регресс. Если у силы прогресса ослабли, или они заснули, или они решили, что можно перематывать портянки, а все свое вооружение идеологическое, политическое и так далее можно отложить в сторону, но у вас хорошо, так сказать, оснащенный взвод может всех победить. Так, значит, перед рабочим классом стоит задача завоевания власти государственной. Второе. Причем он не может просто взять ту государственную власть, которую есть в буржуазии, и пустить для своих целей. Маркс и Энгелес считали большой своей научной заслугой. Они очень много в этом смысле считали, что они выполнили большой долг перед рабочим классом, мировым. Что они объяснили рабочим, что нельзя просто взять машину государственную и пустить ее в ход для паралитарских целей. Она все будет блокировать. Она не приспособлена. Она приспособлена для одного – угнетать рабочий класс и угнетать трудящихся. Поэтому, если вы хотите иметь свое государство, надо его создавать. Ну а Ленин показал, как надо его создавать. Это не значит, что никого не надо брать из старого государственного аппарата. Нет, надо брать специалистов, хороших. Например, в самую основную часть государственного аппарата, в Красную армию взяли царских офицеров. Причем более высоких по уровню и по значению, чем были у белогвардейцев. И Красная армия, в которой были рабочие, в которой были крестьяне большинство, и в которой были царские офицеры, военные специалисты, которые не хотели служить Антанты, и которым, как военным спецам, новая власть платила, как военным спецам. Не так, как своим членам партии, где был партмаксимум, а вот так, как раньше было. Они получали. И Ленин говорит, ну что, надо заплатить за науку. И выиграли. Комиссары с царскими генералами бывшими выиграли гражданскую войну. При том, что непосредственно воевали рабочие и крестьяне. Вот так это произошло. Значит, вторая задача – это удержание власти. Вот эту задачу рабочий класс России не решил. И показал. Для тех, кто учится не из книжки. У нас из книжки не хотят очень многие учиться. Они все ждут, как вот в жизни хлюнет, так очень сильно и больно очень ударит, тогда они на это запомнят. Вот она очень сильно ударила по рабочему классу России и по России. И теперь, я думаю, что и Китайская Народная Республика, и Социалистическая Республика Вьетнам, и Корейская Народная Демократическая Республика, и Куба, и Лаос. Все социалистические страны, в том числе и та страна, в которой построен социализм, Канадеяр, потому что у остальных еще пока не построен, они находятся в переходном периоде, должны этот урок зарубить все на носу. И наши китайские товарищи, они кое-какие меры предприняли. Во-первых, когда были события на площади Тяньаньмэнь, где студенты, которые там научки были уже контрреволюционными элементами, вы же знаете, что там переходный период, там буржуазии есть в Китае, там надо выйти на чеку. Вот там на площади эти студенты стали требовать таких же реформ, как у Горбачева. А еще перед этими событиями такие контакты с Горбачевым, явную поддержку его политики оказывал генеральный секретарь ЦК КПК Ху Ябан. Об этом мало кто говорит и рассказывает, потому что это раскрывает некоторой цайной прочности, скажем, Китайской Народной Республики. И Ден Сиопин, которого нередко упрекают в таком оппортунизме, такой практический, прагматический политик, он как руководитель военного совета у себя во дворце собрал политбюро, это очень высокая должность руководитель военного совета ЦК, собрал политбюро, и политбюро выгнало этого Ху Ябана из генеральных секретарей. И он буквально через год умер своей смертью. И поставил Аджао Цзияна. А Аджао Цзиян взялся ту же самую линию Горбачевскую вести. И вот он вышел на площадь Аняльмэнеку к этим студентам, которые выступали, за либерализацию китайской демократии по буржуазному образцу. Ну и пообещал он, что мы это реализуем, ваши требования. Опять же тот же Дэн Сяопин собрал политбюро. И этого Джао Цзияна сняли в одночасье с поста генерального секретаря и заключили его в нефтюрьму, в дворец в Пекине. Он остаток жизни, 15 лет, просидел во дворце в Пекине, ему там все давали, на хорошем обслуживании, только выходить нельзя. Как бы это не тюрьма, но и не свобода. После этого желающих пройти путем Ху Ябана и Чао Цзияна уже в Китайской Народной Республике стало меньше, по крайней мере. И вы видите, так сказать, вот идет хорошее развитие Китайской Народной Республики, 13-й пятилетний план выполняется, 55% государственный сектор и темпы роста китайской экономики бескризисные. Значит, в два раза выше, чем темпы роста американской экономики. И по паритету покупательной способности, посчитанной ВВП, КНР выше, чем у Соединенных Штатов Америки. Вот так что это урок. И я думаю, что такой же урок и извлекли товарищи из Вьетнама. Там 99, скоро будет 100 миллионов человек. Там быстро растет население. В отличие от России, которые, если бы не приезжали к нам наши друзья, вот если бы мы, мы поэтому будем раздавать паспорта и увеличим количество граждан России. Потому что у нас с гражданами России плохо дело обстоит. Высокая смертность и низкая рождаемость. И строго начинается с событий начала 90-х годов. Когда начались эти события, когда людей ограбили и превратили их в эксплуатируемых, пролетариев, вот с этого времени у нас строго вниз пошла кривая рождаемости. И строго вверх пошла кривая смертности. И точкой, тут была вот эта, так сказать, демократический либеральный крест России. Вот эта точка пересечения. И у нас теперь все время. И в прошлом году у нас смертность превышала рождаемость. А как вы думаете, Владимир Владимирович, с удовольствием бы вышел в таком хорошем констюме, в хорошем настроении, сказал, у нас в России рождаемость выше смертности, у нас прибавление идет нашего населения за счет естественного прироста нашего населения благодаря нашей политике. Да какая же у вас политика? У вас политика такая, которая каждый год ухудшает положение трудящихся. Ухудшает по каким параметрам? Во-первых, условия труда резко ухудшились. С 13-го года отобрали всякие, так сказать, льготы за вредные условия труда. И теперь вредные стали невредными. Докером можно сказать, что вы, ребята, на берегу моря тут прохлаждайтесь, катайтесь еще бесплатно на таких хороших, современных машинах, на перегрузчиках. Особенно на больших, которые поднимают контейнеровозы. Они очень дорогие, там есть вычислительная машина. Вы дам доверие на такое оборудование, вы можете зарплату-то и не просить особенно. Так хорошо. Поэтому везде, так сказать, полный обвал по всем отраслям, по всем предприятиям. Скажем, по гору электротрансу, если считалась вредная работа, там, допустим, кондукторов и водителей, потому что идут электрические разряды, а ну а кондукторам приходится все время пробираться через людей, а у нас не все ведь здоровые ездят в трамвае. Поэтому, так сказать, пожелание врачей не контактируйте с больными, к кондукторам не относятся. Контактируйте со всеми, кто сел к вам. И, так сказать, контактируйте, и давайте у них получайте деньги, им давайте сдачу, проверяйте их карточку, а проверять обязательно. Поставили, значит, автоматы? Нет, автоматов это мало. Идите, ходите. Зачем же вы ставили автоматы? Автоматы для чего ставятся? Чтобы я мог заплатить без всякого кондукта. Зачем он нужен? А пусть. А потом вот эти все данные, которые считают автоматы, как у нас получилось в Ленинграде, потом раз, и подделали, и, соответственно, деньги вывели. И было уголовное дело. Так что ухудшилось условия труда, а зарплата просто понижается. Ну вот сейчас у нас, говорят, у нас инфляция. Инфляция что, это тихие на бедствие? Нет. Потому что затраты труда с ростом производительности труда, она медленно у нас растет. Но не бывает, чтобы она не росла, потому что производительность труда это характеристика развития производительных сил. Производительные силы развивались всегда. И при первобытном коммунизме, и при рабовладении, и при феодализме, и при капитализме. И сейчас развивается. Плохо, но развивается. Поэтому затраты все меньше и меньше, а цены все больше и больше. Почему? А потому что у нас сейчас монополистический капитализм. А что такое монополистический? Значит, каждая монополия может установить цену такую, которую она считает нужным. Монопольная цена. И она тогда получает от экономии труда за счет роста производительности дополнительную прибыль, нормальную прибыль за счет эксплуатации, дополнительную прибыль за счет экономии труда, и плюс монопольную прибыль. Всю эту прибавку тоже берет себе. А у кого она отбирает? Она убирает трудящихся, и уже, по-моему, наш класс буржуазный понял, что ему не обязательно заботиться о развитии экономики. Он может прекрасно прожить и без этого, потому что нужно просто уменьшать то, что платится трудящимся. Вот им меньше за условия труда теперь платятся. И уже несколько лет подряд понижается реальное содержание заработной платы. То есть то количество продуктов, которое на эту зарплату можно купить. Вот и все. Что такое деятельность Центробанка? Это прямая деятельность, направленная на понижение жизненного уровня трудящихся. Закладывается? Закладывается. Мы исходим из прогноза инфляции в 5,5%. То есть закладывается понижение цены, у вас хотят отнять 5,5%. Но поскольку это не сразу происходит, а за год, то у вас получается не прямоугольник, высота которого была бы 5,5%, а треугольник, половина. То есть вот 5,5 поделите пополам, до 2,75% у вас точно заберут. А дальше берите свою зарплату и умножайте на 0,0275. Узнаете, сколько у вас забирают постоянно с помощью инфляции. А еще у нас есть так называемый налог на добавленную стоимость. Это тоже форма изъятия денег. Вот скажешь, что это, смотрите, каждое предприятие, выпуская продукт, приписывает туда налог на добавленную стоимость. В цену закладывает. В том числе налог на добавленную стоимость. Если, допустим, они сделали продукцию на 100 миллионов, они еще... Раньше было 18%, а сейчас одновременно с пенсионной реформой 20%, пятую часть 20 миллионов. Значит, эта продукция должна быть продана за 120 миллионов. Как вы думаете, это способствует развитию экономики? Раньше вы за 100 миллионов покупали, а сейчас за 120. Ясно, что это тормозит. Кто мог бы купить, уже не может. Но это не все. Этим самым фирмам возвращают НДС. Вот пройдет квартал, то, что она там НДС платила, ей вернут. Она представит бухгалтерские документы и доходит до конца. Вот когда вы выходите из магазина, вот обычно вы выбрасываете чек, и вы не выбрасываете, и читаете. И там написано. В том числе НДС 20%. Вот теперь после той реформы, которая была названа пенсионной, но они параллельно вот это вот на обдирание людей повысили еще парочку процентов. Было 18, стало 20. Пятую часть. У вас пятую часть забирают через цену. С кого? Со всех. Потому что эти возвращают единицам, потому что сколько этих фирм? Они же монопольные сейчас, их не так много. А народу у нас 145 миллионов. Вот каждый, кто пойдет в магазин, его обдерут. Пятую часть денег, цены составлять будет просто налог. Так с вас и так берут налог на прогрессивный, налог плоский, 13%, налог с дохода. Нет, это мало. Еще с вас берут вот за каждый шаг. Вот в шагне в магазине, значит, щелкнула касса, и любой продукт, вот пятую часть цены этого продукта составляет налог. Ничего там не связано с трудом. Не так, чтобы, скажем, работали люди какие-то капиталисты друг другу передавали, вот конечный продукт. Возьмите с них деньги, как делают, скажем, в той же Франции, когда там до 75% подоходный налог. С богатых возьмите больше, а с бедных возьмите меньше. И тогда богатые разбогатеют. Почему? Потому что они потом, эти богатые, получат заказы. А заказы будут давать государству, потому что у него деньги будут на организацию заказов. А у нас у государства денег нет на составление стратегического плана, когда закон принят. А есть только проекты национальные. Они не национальные, потому что они касаются каких-то маленьких проблем, которые в разных местах. Просто и деньги из национального кармана берутся. И те деньги, которые распыляются и разбазариваются. Они очень удобны для того, чтобы эти деньги обратно с этих проектов откачивать. Что у нас этот самый чиновный народ научился очень хорошо делать. Правильно? Это все знают. Вот такая ситуация получается. Поэтому оппозиционному классу нужно вести борьбу за свои интересы. Иначе у него эти, его интересы будут ущемляться. Если сейчас происходит ухудшение, это не потому, что в буржуазии борются, она всегда борется за свои интересы. Если вы ждете, что в буржуазии перестанет бороться за свои интересы, ну это наивно. А вот почему тогда ухудшается положение? А потому что рабочий класс не борется за свое положение. Будет бороться за свое положение? Уже не будет. За улучшение своего положения? Уже не будет так у него ухудшаться положение. То есть его и доходы будут у него расти. Но доходы не будут расти без борьбы. Поэтому рабочий класс должен бороться за завоевание государственной власти. Он не сможет завоевать государственную власть, если не сумеет научиться на более простых задачах на борьбе за улучшение условий труда, на борьбе за сокращение рабочего времени, на борьбе за повышение заработной платы и ее реального содержания. Если он на более простых, за коллективный договор, который кладет конец произволу работодателя, чтобы нельзя было уволить члена профсоюза без санкций профсоюза, чтобы нельзя было как угодно обращаться с рабочими, как будто бы они не свободные люди, а рабы. Или они крепостные крестьяне. И даже мы наблюдаем вот такие явления, которые характерны не для капитализма, а характерны для феодализма. Когда люди продолжают работать, когда им не платят. Месяц работают, второй, третий. Но это нормально для феодализма, правда? Есть хозяин, барин, на баре, на барше не надо бесплатно работать. Правда? Вот. Но если это вы заключили договор, этот договор состоит в том, что вы выполняете работу, а вам за нее платят. Значит, если вам не платят, вы не выполняете работу. Что тут непонятного? Ну, и есть, соответственно, буржуазный закон, трудовой кодекс. А в нем есть статья 142. В этой статье записано, что вы можете приостановить, если вам не выплатили 15 дней зарплаты, вы можете приостановить работу, уведомив об этом администрацию, что здесь не выполнение зарплаты. И вам должны принести бумагу от руководства, где будет написано, дорогой Иван Иванович, завтра вам будет выплачена зарплата, завтра приступайте снова к работе. А до этого вы можете или на рабочем месте сидеть, капитал читать, или вы можете дома находиться, или можете подрабатывать временно, пока без оформления. Во всяком случае, вот это не делается. Сплошь и рядом люди просто продолжают работать. В Москве была забастовка кондитерской фабрики. Товарищи из рабочей партии России мы объяснили, что вот есть такая 142 статья, вы напишите заявление и прекратите приостановить работу до выплаты зарплаты. Они так и сделали. А через неделю опять пошли работать. Ну что ты будешь делать с этим народом? Народ хочет быть эксплуатированным. Ну если народ хочет быть эксплуатированным, его и будут эксплуатировать. Поэтому эта вот задача, которая стоит перед рабочим классом, она очень сложная. Она и воспитательная, она организационная. И надо понимать, что какие-то более крупные задачи он не сможет решить, если он не привык защищать свои интересы. Поэтому вот сейчас меня тут спрашивает по электронной почте, один товарищ прислал, а вот Михаил Васильевич, а вот вы не представляете такой ситуации, что вот левые, вот нынешние левые возьмут власть, и тогда легче будет рабочему классу потом установить свою власть. Я думаю, что легче не будет. Вот эти левые, они просто будут заниматься чем же самым, чем занимались, ведь чем занимались социал-демократические партии в Европе тогда, когда они перестали быть на самом деле партиями рабочего класса. Они стали решать свои собственные интересы. Потому что если рабочий класс сам не может себя защищать, поэтому вместо диктатуры пролетариата будет, никакая-то власть не бывает. Власть левых не бывает. Либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Если пролетариат не в состоянии сейчас осуществлять свою власть, ну, значит, будет диктатура буржуазии. Какими угодно знаменами. В конце концов, и у Гитлера называлась партия, очень даже красиво. Национал-социалистическая, рабочая партия Германии. Очень даже и хорошо. И у нас сейчас тоже хорошие названия. А что, вот справедливая Россия, разве плохо? А вот эсеры, которые противостояли по многому большевикам перед революцией. Эсеры, это кто такие? Социалисты-революционеры. Ну, скажите, вы согласитесь, что социалисты-революционеры это гораздо красивее, чем РСДРПБ. Ну, что такое РСДРПБ? А тут социалисты-революционеры. Очень красиво. Вот, поэтому таких людей, которые не разбираются в понятиях, их легко водить за нос, их и водят. Значит, перед оппозиционным классом первая задача – это установить свою власть. И рабочий класс ее может решить, если он научится вести забастовочную борьбу. Если он научится вести забастовочную борьбу, у него будут забастовочные комитеты на предприятиях. А вот эти забастовочные комитеты на предприятиях, если они направят своих представителей в единый орган, это будет совет. И, следовательно, а если у вас будет уже единый орган, он подумает, как ему установить советскую власть. Он будет уже думать о том, как установить советскую власть. А если кто-то думает, что можно без советов, без таких органов, без самого рабочего класса, каким-то мифическим путем или через выборы получить советскую власть – это наивные люди, которых постоянно обманывают. И будут дальше обманывать. Значит, вторая задача, которая стоит перед оппозиционным классом в политике – это задача удержания власти. Вот я уже говорил о том, что не удержал рабочий класс России, но зато другие страны научились, в том числе и Коммунистическая партия Китая научилась. Ну и третья задача, когда рабочий класс и власть держит в руках, и он ее осуществляет, то эта третья задача состоит в том, чтобы дойти до полного уничтожения классов. А зачем эта задача? А затем, что рабочий класс, пока еще остается деление на классы, он в неравном положении с людьми умственного труда. Ну, скажем, если даже вы возьмете просто образование, как вы думаете? У кого высшее образование? У профессоров или у рабочих? Я думаю, что все понимают, что, наверное, у профессоров высшее образование. И вообще люди умственного трудают, люди, которые получили высшее образование. А люди, которые в рабочем классе, там достаточно много сейчас рабочих с высшим образованием, но основная масса рабочих со средним образованием. Даже они от уровня образования отличаются. То есть, кому хуже? Ну, рабочим пока хуже. А кому будет лучше, когда будет равенство? Ну, тем, кому было хуже. Тем, кому было хуже, будет лучше. Поэтому, кто больше всего заинтересован в ликвидации социального неравенства? Те, которые в лучшем положении, или те, которые в худшем положении? Ну, естественно, те, которые в худшем положении. Тем не менее, наши вот товарищи, которые зовут себя левыми, там, этими почти коммунистами, марксистами, они все время пытаются, так сказать, в состав рабочего класса, как бы, вписать. Видимо, так сказать, о себе заботясь, вписать туда и профессоров, и программистов, и писателей, и художников. Ну, да понятно, что это все трудящееся, не надо это доказывать. Но весь смысл теории диктатуры о пролетариатах, которые проводил Ленин, состоит в том, что только определенный класс по своей организации в ходе общественного труда, он является коллективистским, он организован, и он может поэтому руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. Тогда он уже не является пролетариатом, конечно. То есть диктатура пролетариата – это, так сказать, название старое. Старое в том смысле, что тот же класс, он был пролетариатом, потом он стал рабочим классом, господствующим. Ну, так она так и расшифровывается Лениным, что два эти слова вместе расшифровываются, они по отдельности. Если вы по отдельности будете расшифровывать такие слова, как «красное» и «чернило», у вас получится, что чернила красные все. А чернила могут быть и не красные. А если будете по слову «чернила» брать, то только черное, потому что чернила есть чернила, а не краснила и не белила. Если же белила, у вас чернила. Поэтому нельзя такое делать в логическую операцию. Вот есть пара диктатуры пролетариата, она означает, что только определенный класс, а именно городские, вообще фабричные, городские, промышленные, рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых, которые заинтересованы в этом движении, за полное уничтожение классов. И вот полное уничтожение классов будет означать, что не будет у классов. А раз не будет классов, значит, не будет классовой борьбы. А раз не будет классовой борьбы, значит, не нужно государство. А раз не будет государства, значит, не будет диктатуры пролетариата. Поэтому рабочий класс ведет дело к уничтожению диктатуры пролетариата, но уничтожить ее можно, не отменив, а так только можно вернуться назад, как показывает опыт нашей страны. А можно это сделать только одним путем. Это можно сделать только если рабочий класс доведет свою классовую борьбу до конечной цели, до полного коммунизма, то есть до ликвидации социального неравенства, в том числе неравенства между городом и деревней, и людьми умственного, и людьми физического труда. Отдельно стоит сказать, что некоторые товарищи вот эту задачу, ликвидации неравенства между людьми физического и людьми умственного труда, пытаются сформулировать неверно, что надо ликвидировать различие между умственным и физическим трудом. Ну это глупость, это явная ошибка и ненормальность, потому что умственный труд, это труд, который направлен на преобразование форм общественного сознания. Это может быть труд, труд может быть, или на человека он может быть направлен, как у врача. А физический труд, это материальный производительный труд. Мы между материей и сознанием будем проводить различия? Если мы проводим различия между материей и сознанием, то надо понимать, что умственный труд всегда будет умственным, а физический труд всегда будет физическим. Другое дело, что элементы умственного труда есть в любом физическом труде, а у очень многих работников, занятых умственным трудом, главным образом, как у конструкторов, которые сами могут подойти к станку и проверить, так сказать, на практике ту гипотезу, которую они пытаются заложить. То есть у них тоже есть элементы физического труда. Или если вы писали книги или заказывали их издание, то вы знаете, что из типографии надо эти книги притащить домой или привезти. Это надо еще и привлечь, может, автомобиль, а потом самому это все грузить, перегружать, перевозить. Если вы газету издаете, значит, надо ее, эти газеты, между прочим, рассылать и заниматься физическим трудом. А кто этим занимается? Ну, в основном, люди умственного труда. Ну, частично люди физического труда. Так что это другая проблема уже. Конечно, в каждом труде физическом имеются умственные элементы непременно. Ну, в отличие, скажем, от сознания интеллигента, сознание рабочих более диалектично, потому что они имеют дело непосредственно с природой и непосредственно с теми процессами, которые есть в жизни на самом деле. А вот интеллигент может абстрагироваться и заниматься тем, чего в жизни, в общем-то, и нету, и предаваться фантазиям. Поэтому фантазеры бывают. Поэтому Ленин такую задачу ставил, что вот, как он писал, какие бывают качества интеллигентов, что это неаккуратность, нервная торопливость, склонность за все на свете браться, ничего не доводить до конца. Вот это одно из свойств образованных людей, вытекающая вовсе не из злостности, а из ненормального отделения умственного труда от физического. Вот здесь, без практической сметки простого рабочего и колхозника, или поистянина, не обойтись. Вот так стоит вопрос. Ну, спрашивается, а что, с переходом к полному коммунизму борьба прекратится? Ну, я думаю, что борьба-то не прекратится. Почему? Потому что всякое развитие совершается через борьбу. В каждом... Мы этот с вами вопрос разбирали, когда у нас была тема развития. В развитии есть две тенденции. Одна тенденция совпадает с направлением развития, она называется прогресс. А вторая тенденция называется регресс. Поэтому всякое развитие будет идти через борьбу, прогресс и регресс. Одни люди могут прогрессивные поддерживать тенденции, другие реакционные, но это не будет вытекать из их положения. Они спорить будут, потому что у них разные предположения, а не так, что у них экономические интересы заставляют их толкать общество в регрессивном, в реакционном направлении. Поэтому всякого рода настрой на то, что наступит такое общество, которое у нас был идиллический такой настрой, когда людей усыпляли разговорами сначала про общенародное государство, потом про развитой социализм, что у нас всё уже развитое, а раз развитое, ничего делать не надо, бороться не надо. И вот люди, которые ни за что не борются, они представляют собой очень лёгкую добычу. Значит, приведу пример. Рядом, недалеко от моего дома, есть такой небольшой пруд, серебряный пруд называют, или серебка его называют. И там, значит, утки плавают, там рядом у берега много голубей, и народ проходящий кормит уток и голубей. И вот в этом году появилась очень красивая птица, белая с таким жёлтым носом, но хищным. И вот эта белая птица, она так вот плавает по этому пруду, а потом вдруг обнаруживает, что она доедает голубя где-нибудь на берегу. И, так сказать, его доклёвывает, выклёвывает мясо, рвёт его и так далее. Значит, можно посмотреть в интернете, эта птица называется баклан-чайка. Причём она, так сказать, недалеко от расположения голубей, которые кучкуются у нас, они привыкли, что люди их не трогают, что вообще никто их тут не трогает. И вот бакланы, вот они откуда-то прилетели. Они увидели, тут есть новая пещера, её много. И вот этот самый баклан потихонечку-то скурсирует, чтобы к нему привыкли. А потом он выходит на берег, как бы невзначай, и, так сказать, оказывается в гуще этих самых голубей. Потом он так вдруг быстро побежал и стухнул своим хищным клювом по спине голубя. Ну, я видел, как один голубь улетел, но, наверное, не все после этого улетают. А если улетает, недалеко. И после этого у него остаётся там задача разделать этого голубя и съесть. Но самое интересное, что это не только вот там было, а я тут читал лекцию, а после лекции вышел во двор нашего задания университетского. И во дворе картина. Такой же баклан-чайка, красивый, белый, большой. И голуби. Но когда они улетают, и у него удалось стухнуть, то они так жалобно кричат, потому что их лишают еды. То есть оказывается, что тут тоже, так сказать, вот есть вот у нас такие охотники. И вот тот, кто не ведёт борьбу, а беспечно относится к событиям, и не видит хищников, в том числе социальных, он становится в лёгкой добычей для этих хищников. И это, так сказать, это в природе есть. И в природе-то и останется. Там вы это не уничтожите. А вот в человеческом обществе мы с этими хищниками и ведём сейчас, с капиталистическими хищниками ведём. Соответствующую борьбу. Поэтому это вот трудная, такая большая задача, которую должен рабочий класс решать. И он её решит. Но это такая задача непростая. Почему? Для этого рабочий класс должен подготовиться. К чему он должен подготовиться? Ну вот к чему он должен подготовиться? К тому, чтобы свою власть установить. Это очень большая задача. Готов рабочий класс установить свою власть? Как он готов, когда он по три месяца работает на барина? Когда он не готов даже остановить работу тогда, когда ему не платят. Ну тебе не платят, ты не работай. Будут платить, ты будешь работать. Во-вторых, который не провел забасовку, не сократил все рабочее время. Никто не будет все рабочее время сокращать. Вспомните миллиардера Прохорова. Он хотел до 60 часов довести неделю. Не помните? Совсем недавно было. Незадолго перед тем, как он стал кандидатом. До 60 часов. А зачем? У него и так работают 60 часов сверхурочно. Сверхурочно надо платить. А если будет норма 60 часов, платить уже не надо. Вот они живые деньги. И тогда, надо сказать, вообще ругают Фонопаеровские профсоюзы. Фонопаеровские профсоюзы все-таки против, вы сказали. Надо отметить. Потому что это уже через край. Это уже все в пределы переходят. И это же то же самое продолжается. У нас продолжается увеличение рабочего времени, скажем. По последним публикациям, по публикациям в «Российской газете» у нас рабочее время стало 48 часов в неделю. Фактическое. Фактическое. Это по публикациям. Это еще не значит, что это вот... Вы же понимаете, что, во-первых, у нас часть работников не учитывается. Они нигде не оформлены. Треть примерно рабочих нигде не оформлена. И вот когда Медведев говорит, денег нет, это значит, что он просто деньги не взял всех капиталистов, которые эксплуатируют вот этих рабочих. А он должен был взять деньги на пенсионный фонд. И налоги другие. Налог на прибыль и так далее. Как? Ну, если как бы нет этих рабочих, нет этих людей. А если что случится, у него нет ни бюллетеня, ничего. Его аккуратно так за ворота положат, и он все. Он ничейный. И никаких там, никакого медицинского обслуживания, вот, никакой инвалидности там и прочего уже не может быть. Как хотите, так и живите. То есть классовая борьба – это жестокая борьба. И сами рабочие должны научиться эту классу и борьбу вести. Иначе они превратятся, во-первых, в этих крестьян забитых. Вот. И жизнь их будет хуже и хуже и хуже. Что мы наблюдаем. Поэтому это вот большая очень задача. Поэтому готов рабочий класс. Сейчас вот люди так решают, когда говорят о выборах. Сейчас вот выбор был, сейчас выборы. Мы решаем вопрос о власти. Никакой вопрос о власти вы не решаете. Потому что рабочий класс не готов взять власть и осуществлять власть. Тем более до полного коммунизма. А если он не готов, то значит власть может быть только буржуазная. Поэтому все эти вот, все это оживление, которое связано с очередными парламентскими выборами или президентскими, это все оживление, за которое буржуазии платят деньги, которые отняла у рабочих. Она организовывает компанию, она выкладывает миллиарды на эту выборную компанию из государственного кармана. Потом, я думаю, все, наверное, знают, что вот те партии, которые уж перешагнули парламентский барьер, они по закону о партиях получают деньги от государства за то, что они перешагнули этот барьер. И, следовательно, из сколько они получают? 152 рубля за голос. Если бы ваша партия набрала миллион, 152 миллиона вы получите от буржуазного государства. И тем самым, вот скажем, у нас прикормленная есть КПРФ. Ну, само собой, больше всего получает из государственного кармана, конечно, Единая Россия. Там больше всего миллионов. Потом идет Справедливая, ЛДПР и КПРФ. Поэтому, что вы от них ждете? Что вы от них можете ожидать? Какой политики? Политики, которая направлена на то, чтобы все время проводить выборы и все время оставаться вот среди тех, которые получают от государства деньги. За что? За то, что вы верно служите классу буржуазии. Сколько? Вот особенно интересно это смотрится в свете пенсионной реформы. А как вы думаете, члены депутата Государственной Думы, члены Советской Федерации, они по этой пенсионной реформе будут получать? Нет. У них же другой закон. Есть два закона пенсионных в России. И тот, кто немножко знает право, он знает, что есть закон о трудовых пенсиях в РФ. Вот о нем была тут речь. А тот закон второй, о нем речь не идет. Это закон о пенсиях в госслужащем. Если вы на госслужбе проработали 10 лет, допустим, просидели в Думе, в Думске сиделись там, два раза по пять лет сидели и получали 400 тысяч рублей. Так вот, по пенсионному закону о пенсиях в госслужащем, госслужащие должны получить 75% от дохода после выхода на пенсию. Посчитайте, сколько будет 75%, три четверти от 400 тысяч. 300 тысяч. Если ваша мама вышла на пенсию и получила там 19 тысяч, это очень много. А тут, если ваша мама сидела в Думе или в Совете Федерации, я уже не говорю о главах комитетов или заместителях, председателях комитетов и так далее, или о руководителе Думы непосредственно и Совета Федерации, вот если вы отсидели эти самые 10 лет на государственной службе, то вы будете получать три четверти от своего, от дохода по занимаемой должности, какой сейчас есть. И как бы инденсация не нужна, она просто вот будет по занимаемой должности, а должность сейчас она там все время больше и больше выплачивает, ну и у вас пенсия будет расти. Поэтому вы слышали, что кто-нибудь из тех, кто находился на госслужбе, ну за исключением может быть только судебных приставов исполнителей, среди которых есть низкооплачиваемые судебные приставы исполнителей, которые занимаются исполнением судебных решений, которые завалены работой, а платят им мало. Ну а высокопоставленные госслужащие вот так будут обеспечиваться. Поэтому вы к ним взываете и говорите, вот надо, они другие имеют проблемы, этой проблемы нету пенсионными. Поэтому каждый класс болеет своими бедами. Вот кому-то не удается, вот как тяжело было Грудинину забирать эти самые свои счета, закрывать. Так много было счетов. Вот у меня нет проблем с такими счетами. Кто хочет поинтересоваться моими счетами за рубежом, милости прошу. Вдруг у меня есть какой-нибудь, вдруг у меня дядя какой-нибудь умер, вот интересно будет. Хотя это не сомнительно, потому что вот дедушка мой воевал тут на фронте и погиб, похоронен в Малуксе, в Старой Руси. Отец тоже воевал на фронте и получил два ранения и инвалидность. Поэтому таких у меня родственников, которые мне там откроют счета за границей не могут. Вот такие дела. Значит, какие мы подводим итоги? Вот мы разбирались с понятием политики. А кто ведет эту политику? Ну, чтобы раз это борьба класса, за завоевание, выдержание, осуществление его власти, то во всякой борьбе требуется, что делать в такой борьбе? Мы должны осознавать интересы этого класса, вносить сознание этих интересов в класс и организовывать борьбу этого класса за свои интересы. Вот кто это будет делать? Вот те люди, которые это делают, те люди, которые осознают интересы рабочего класса, те, которые вносят в класс сознание его интересов, разъясняют классу, что ему выгодно, и организовывать борьбу класса за его интересы, называется партией, точнее, политической партией. Политическая партия. То есть политическая партия, и это не просто группа людей или организация, которую кто-то создал. Это такая организация, которая представляет собой авангард класса. Ну, у нас такая была смешная история на кафедре, когда меня прошлый заведующий Константин Васильевич Пегров приглашает и говорит, Михалыч, ну вот сейчас вот везде хотят делать тесты. Не могли бы вы по курсу в социальной философии сделать тесты? И тогда, так сказать, вот там какие-то вопросы, и чтобы на них надо было ответить, это, это или выбрать, первый, второй или третий. Я говорю, ну, Константин Васильевич, мы же углубляемся в сущность. Мы же стараемся раскрыть предмет. А это просто выбор. Если я ничего не знаю, то я наугад буду выбирать вероятность того, что я попаду туда, куда надо, 33,3 в переводе. Поэтому это же парфанация. Да я, говорит, понимаю, что это парфанация. Но требует. Вы бы студентов-то, студентами поговорили. Может, они это подготовят, а вы, так сказать, за эту работу как-то и, так сказать, экзамен повыше оценку поставить. И они же, так сказать, войдут в содержание этого дела. Но я так и сделал. Я поговорил со студентами, они взялись, несколько человек за эту работу, и сделали тесты. В частности, по поводу партии был тест такой. Что такое партия? И три вопроса. Первый – регард-класса, авангард-класса, третий – андеграунд-класс. Да, я эти все документы оформил, сдал заведующему. Больше никто ничего не прошел. Никто ничего не просил таких штук. И получилось весело и интересно. Но задача эта состоит не просто в том, чтобы угадать, а вот авангард должен состоять из таких людей, которые могут в состоянии познать эти интересы. Поэтому не бывает таких партий, в которых бы не было интеллигентов в составе их авангарда. Обязательно интеллигенты, ученые, ученые, значит, всякого рода представители умственного труда или, как их называют, политические деятели, которые ничего физически не делают, а только и занимаются политикой. То есть осуществляют эту самую классовую борьбу, организовывают класс для борьбы за его интересы. То есть они и познают интересы класса, и вносят в класс сознание его интересов, и, кроме того, они организуют борьбу класса. Поэтому такое есть примитивное понимание класса. Некоторые узнают английский язык и сразу переводят «пад». «Пад» — это партия, это же «пад». «Пад» — это часть, часть класса. Вот та часть класса какая-то называется партией. Нет, это не часть класса. Если будет часть класса, вот рабочий класс без интеллигентов не сможет познать свои интересы. Вот в работе что делает? Ленин показывает, что без носителей знания, без носителей науки рабочий класс не сможет выяснить свои интересы и не сможет организовать свою партию и не может организовать свою власть. Поэтому это не просто «пад» — часть. Это авангард именно класса, куда входит обязательно, кроме членов класса, и люди, которые занимаются этим делом профессионально. В том числе, если вы возьмете буржуазную партию, неужели вы думаете, что вся буржуазная партия состоит только из буржуазии? Нет. Но бывает, что человек был буржуа, как Трамп, то есть крупным предпринимателем, миллиардером, а потом он стал президентом. Но он тогда будет уже выступать не как миллиардер, а по нашему закону люди, которые переходят на такую политическую, на государственную работу, если это речь идет о правящей партии, они не должны заниматься бизнесом. И как они эту проблему решают? Да очень просто. Они передают в доверительное управление свой бизнес весь, то есть с тем, что они будут оплачивать по договору, давать высокую зарплату того, кто будет организовывать весь их бизнес. А к моменту, когда они закончат свою государственную службу, там уже у них будет не 2 миллиарда, а 3 миллиарда или 4 миллиарда на тех предприятиях. И поэтому, когда сообщают нам, какие доходы есть у деятелей государственной власти, у чиновников, нас не обманывают, потому что это не доходы чиновников. Это те доходы, которые складываются, копятся, и которые он снова приступит к тому, чтобы тратить тогда, когда закончат государственную власть. Это они как бы обеспечивают ему уверенность в завтрашнем дне. Каждый чиновник, а за это время он может очень сильно помочь тем людям, которым он передал в доверительное управление свой бизнес. Но вот если случается беда для капиталистов, как, например, гражданин Пугачев, член Совета Федерации, руководитель их, собственник Межпромбанка, собственник Балтийского завода, собственник Северной верфи, сосредоточил в своих руках по существу военные и судостроительные заводы. Спрашивается, на какие шиши? Короче говоря, начали эту деятельность Пугачева разбирать, а он еще превратил Балтийский завод в должника. И пришлось, рабочие бастовали на Балтийском заводе, приехал Владимир Владимирович Путин и придумали, что Балтийский завод со всеми его долгами остается с долгами, а будет новое учреждено общество, Балтинвест. Поэтому у нас Балтийский завод, это не Балтийский завод, это Балтинвест теперь. Туда перевели всех рабочих и перевели средства производства. Вот этот Балтинвест, свободен от долгов, который надел Пугачев, у Пугачева отняли, Северную верфь тоже отняли, Межпромбанк, и он, ну как отняли, он продавал. Поэтому Пугачев, как Швейн Совета Федерации, вдруг в один прекрасный год заплатил 2 миллиарда налогов. Почему? А, вернее, налоги с 2 миллиардов. Вот с того имущества, которое он продал. А так, вроде бы, это и не фигурировало. А потом завели на него уголовное дело и он вообще скрывается за границей. Так что вот так обстоит дело. Поэтому без политической партии в политике ничего не сделаешь, хотя некоторые наивные люди думают, что можно защитить интересы, допустим, рабочие, что можно защитить только с помощью профсоюза. А тогда может происходить то, что может быть и происходит со многими организациями, когда голова начинает думать о совсем другом. Многие освобожденные профсоюзные работники начинают думать не о том, как улучшить положение рабочих, как улучшить свое положение. Пока он работал рабочим, вот он вместе боролся. Поэтому он как бы коммунист. Коммунист – это общее, он за общее дело. А потом он стал освобожденным председателем, и он может взять и вписать себе какой-нибудь коэффициент. Он предложил, а рабочие добрые и очень часто наивные. Они проголосовали. Вот как проголосовали по предложению Александра Николаевича Моисеенко, покойного, председателя портового комитета морского порта Санкт-Петербурга, руководителя портового комитета профсоюза докеров, за то, чтобы он получал с коэффициентом 1,4. То есть тот человек, который в трюме работает, получает меньше, чем тот человек, который сидит в кабинете, председатель правкома. А потом выяснилось, что он еще и записывал себе в рабочие дни субботы и воскресенья. Почему? Ну потому что он думает в субботу и воскресенье о профсоюзных делах. Дальше. А дальше выяснилось, что оказывается, он 1,4 коэффициент применял не к средней зарплате докеров, а к средней умноженной на коэффициент 1,1. В общем, кончилось дело тем, что его выгнали и сняли с работы. И меня, и Константина Васильевича Федотова просили выступать на суде с защитниками профсоюзной организации докеров от этого Моисенко, который требовал миллион неустойки за то, что его выгнали с работы. Мы выиграли. Вот, так сказать, это опять прекратилось дело. Но, к сожалению, вот такие бывают ситуации, когда люди, попав на какой-нибудь важный пост, начинают использовать его для улучшения не всех, а своего положения. Как бы по очереди. Действительно, давайте будем улучшать положение. Сначала моё, потом Иванова, потом Петрова. А до Сидорова вообще не дойдёт никогда. Поэтому вот эта проблема тут возникает. Итог. Значит, политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Политику ведут классы, возглавляемые партиями, а партия – это авангард класса. И авангард класса изучает интересы класса объективные, вносит в сознание класса понимание его интересов и организовывает борьбу класса за его интересы. И вот только через борьбу классов идёт развитие в обществе, где классы ещё полностью не уничтожены. Даже если только будет один класс, всё равно будут мелкобружазные попытки дать обществу поменьше и похуже, взять у него побольше. И нужно вести эту классовую борьбу с мелкобружазностью. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!